Друзья, прочитаю из первого послания Петра одно из моих любимых мест, я так думал, что оставить молодежи, что передать, какое может быть заключительное. Друзья, мне хочется вселить вас в веру, уверенность, чтобы вы поняли, какое вы имеете высокое положение, чем вы обладаете. Друзья, прочитаю из первого послания Петра, из первой главы. Друзья, это послание доброго пастыря, апостол Петр, друзья, это, друзья, любимый ученик Иисуса Христа. Это тот, который первый-то бежал, первый прибежал только к гробу Господню. Это тот, который глаза взгляда встретился с ним и горько заплакал. Друзья, это тот, который умел пасти не только своих ровесников, не только мог сказать слово равным себе, друзья, но он мог сказать слово и агонцам. Он любил очень-то детей. Это тот, который мог подойти к старшему и без укора сказать ему доброе слово, от которого он мог подняться и вдохновиться, друзья. И вот когда мы понимаем, из чьих уст это послание, друзья, мы совершенно по-другому к нему относимся. Смотрите, Петр, апостол. Друзья, и потом я прочитаю 13 стих. Посему, друзья, смотрите, как возлюбленные, братья и сестры. Вот скажите, мы стали то возлюбленными, да? Сначала мы были такими-то далекими, как-то так. Да, мы братья и сестры, а сейчас мы стали близкими, родными. И так и хочется сказать, возлюбленные. Смотрите, друзья, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Друзья, когда мы читаем книгу «Путешествие» Пилигрима, то, мы читаем, после этого покаяния, его ведут куда? В оружейную. Он говорит, да зачем мне оружейную? Я же спасенный. Он говорит, нет, знай, что у тебя противник дьявол ходит, как рыкающий лев, но мы тебе вдаем оружие, которому никто не может противостоять. Никто. Друзья, такое есть известное выражение. Тяжело в учении, легко в бою. Друзья, сегодня мы были в учении. Кому-то было тяжело. Кто-то, преодолевая себя, молился. Кто-то выходил на покаяние. Кто-то стяжал тоту благодать Божию. И все впитывался, как в губка, в течение вот этих дней, в личных общениях, в проповедях, в молитвах, в пении, стихах, в служении. Друзья, он впитывал для себя, потому что, друзья, благодать имеет собирательный характер. Она стяжается. Ной обрел эту благодать пред Богом. Гидеон обрел. Мария обрела. Друзья, все обретается. Обретается. Друзья, для чего, чтобы мы ее ценили? Что достается, то дорого, то и ценится. Если легко-то достается, то легко и теряется. Поэтому, друзья, мы обрели здесь благодать. Друзья, вспомните, сколько. Друзья, у нас Николай Петрович Храпов, он постоянно это говорил. Братья и сестры, посчитайте, сколько денег потратили. Он так, дедушка такой был. И он все время начинал свою пробу. Братья и сестры, посчитайте. А сколько денег прошло на это общение? И все начинают считать. Приезд, уезд, расходы, то, то. Друзья, сколько всяких нужд, которых мы даже не видим, друзья. А сколько духовных сил. А сколько, друзья, отцы уехали от своих семей. И духовных, и материальных, друзья. Друзья, но все это во славу Богу. Друзья, если это принесет пользу. И мы это оценим. Так вот, друзья, посмотрите. Посмотрите, как написано. Совершенно уповывайте на подобном обладании. Друзья, первое учение. Друзья, финская война, она была до войны, до Великой Отечественной, ну, как назвать, до Мировой войны, или кто-то называет, до Великой Отечественной войны. Финская война, ее называют позорной. Почему, друзья? Потому что наши, ну, как сказать, наши, не знаю, наша, она не наша. Но русская или СССРовская армия потерпела там то поражение. Друзья, но, посмотрите. Почему они потерпели то поражение? Потому что они воевали в мороз минус 40. Второе. Они пошли против линии Маннергейма. И третье. Друзья, они пошли по двухметровому снегу. Когда в компьютер, в военный компьютер, стратегических действий забивают любое условие, то компьютер то выдает, возможно, это победить или нет. И когда то забили всего лишь одно условие, минус 40, компьютер, буш-буш-буш, невозможно. Они забили то следующее, линия Маннергейма. Линия Маннергейма. Каждый зод был так устроен, так выстроен, что просто взять было невозможно. Двухметровый снег. Компьютер, нет, двухметровый снег, невозможно. Ныр и все, и солдата нет. И мало того, каждый метр, он просто был нашпигован минами. Нашпигован. Друзья, и кто-то говорит, вы думаете, СССР кто-то проиграл? Нет, они не проиграли. Они выиграли. Но в чем они выиграли? Они выиграли. Они там сковали такой-то характер, что потом, когда произошел известный 41-й год, и когда ударил 40 градусов, то мороз, а наши войска, они то приобрели, приобрели уже лыжи, белую маскировочную одежду. Они научились терпеть холод, мороз такой, минус 40. Они научились лежать в снегу. Они научились. Они приобрели ту технику, которая ездит на лыжах. У них даже появились войска лыжные. На лыжах. Друзья, приобретен был. И когда немец подошел к Москве, то там такой был удар лыжной минус 40-градусной непобедимой армии, что, друзья, немец был отброшен и был перелом в войне. Друзья, это все потому, что было тяжело. Тяжело очень. Друзья, мы приобретаем бесценный опыт. Друзья, даже кто-то говорит, не знаем, что больше учит. Поражение или тупобеды. Друзья, тупобеды, они человека расслабляют. Поражение оно человека учит. Но при одном условии, друзья, если мы анализируем. Братья и сестры, молодежь дорогая, возлюбленные, деточки наши, знаете что? Вы не отчаивайтесь, если вы до этого имели отрицательный опыт. Но помните его. Помните причину. Всякое отступление, ослабление, охлаждение и так далее, оно всегда начинается с чего-то. Всегда находите причину. Христос говорит апостолу Петру. Он говорит ему так. Я даю тебе ключи царствия. Я даю тебе ключи царствия. Я так сразу, знаете, думаю, какой Петр хороший. Вот бы мне эти ключи. Вот бы мне эти ключи. Что за ключи такие? Два ключа. Конечно. Первый ключ. Петр сказал, так сказал слово, что три тысячи-то покаялось. Он открыл двери благоествования кому? Нет. Сначала своему-то народу. Иудеям. Во-первых, иудеям. Но, друзья, потом он забыл про второй ключ, который ему Господь дал. А второй ключ. Он открыл двери благоествования кому? Язычникам. Пришел в дом до Корнилия, сказал слово. Но когда он уже входил, ему уже Бог предварительно открыл знамением, потому что он был в этом, просит, неверующий. Он думал, что спасение исключительно для только иудеев. Для Израиля. Но Бог ему спускает полотно. Он говорит, то, что я очистил, не почитай нечистым. И вот после этого он пошел, друзья, с этим ключом пошел. И только-то заходит и говорит, истинно познаю, Бог нелицеприятен. Но всякий, боящийся Его, в народе Его приятен Ему. И открывает дверь, и сходит Дух Святой. И они начали, что? Провозвещать о великих делах Божьих. Друзья, и он говорит, и когда он пришел в 11 главу, ну, да я так говорю, 11 главу, просто по тексту. Когда он пришел в 11 главу, там братья его сказали, зачем ты ходил к необрезанным? А он говорит, братья, да я такой же, как и вы был. Но если Дух Святой им даден был, как и нам в начале, во второй главе, то кто я такой, чтобы им противодействовать принятие Евангелия? И все братья умолкли. Всем понравилось. Друзья, ну я хочу, ну вы хотите сказать, ха, так это же Петр, у него такие ключи. А я сейчас вам даю ключи. Держите. Верой, сердцем. Вот смотрите, вот ключи. Когда Христос вышел после крещения, когда Христос вышел после крещения, то написано так, и когда он вышел из вод, смотрите, он выходит из вод, и написано так, и когда он молился, Дух Святой сошел на него в виде, как голубя. Знамение, друзья, было не для Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель уже узнал, что это Иисус Христос, еще когда был в водах Иордана. Он сказал, кто я такой, чтобы мне крестить тебя, мне надо накреститься от тебя. Друзья, он уже узнал Христотам, а голубь сошел для всех остальных, для народа, собственно говоря, как видение, как все глаз с неба сеет. Сын мой возлюбленный, в котором моего благоволение, его-то слушайте. Друзья, здесь мы, здесь мы, это богословская тема, мы обычно этот текст приводим, когда хотим доказать, что Бог триедин. Но, друзья, а вот смотрите, теперь это самое главное. На кого сходит Дух Святой? Мы имеем ключи от неба. А вот на кого. Апостол Павел говорит теперь, я тебе вручаю эти ключи, Тимофей. Вникай в себя. Знаете, друзья, вот смотрите, вы когда-нибудь, ну, представляете, ну, простите, я буду такими примерами. Вникай в себя. Лоб Голиафа. Отновили прицел, как раз обозначили. Только лоб Голиафа, он вот где. Не там, а вот здесь он. Вы помните, вы помните, говорит, я хочу совершать победы, один проповедник молится. Хочу совершать победы. Великие победы. Хочу благовествовать, хочу трудиться. Хорошо, снится ему сон. Идет огромный эфиоплянин. И он в ужасе задрожал. О, этого эфиоплянина мне не победить. И вдруг ему четкая мысль, этот эфиоплянин, это твое гордое я. Победи его, и ты победишь всех остальных эфиопов. Потому что они идут под руководством этого главного эфиоплянина. Так вот, друзья, наводим прицел на эфиоплянина. Вникай в себя. Друзья, всегда есть причина. Вникай в себя. Что это такое? Гордость, тщеславие, зависть, сребролюбие, прелюбодеяние, завистливое око, любостяжание. Что это такое? Вникай в себя. Отновели лоб Галиафа. А теперь возьмите камень. Вот из этого ручья. Вот ручей. Возьмите теперь камень. Возьмите свою прощу. Сколько у вас есть сил? Друзья, и помолитесь. Вот проща ваша. Молитва. Господи, я тот человек. В себя вникни. И написано, вникай в себя, потом бери из ручья в учение и что? Занимайся сим постоянно. Громи своих эфиоплян. Грони с утра и до позднего вечера. Ну, мы об этом слышали, это псалом. Буду, говорит, расчищать город от врагов. Буду поражать, буду воевать целый день. Приобрети этот навык. Уметь расчищать город своего ту сердца. Друзья, это наш навык. Уповайте на совершенную благодать. Друзья, мы просто не знаем. Друзья, нам Бог прообразами говорит, но говорит, какую мы имеем силу. Я, друзья, в личных общениях очень часто говорил. Дьявол идет на нас перочинным ножом, а Бог нам дал атомную бомбу. И когда говорят, дьявол-то победил, в чем дело? Какая причина? Как можно победить перочинным ножом атомную эту бомбу? Как? Мы просто ей не пользуемся. Мы не знаем ее, мы не знаем ее той силой. Друзья, следующая, друзья, я хочу привести пример. Друзья, уповайте на совершенную вам благодать. Наша сестра ехала один раз с ненцем. Ехала ночь, звезды, мороз, ветер, буран. Буран, друзья, это одна из самых плохих техник. Там все, поднимаешь резиновое, пластмассовое, просто, друзья, плохая техника. Ямаха намного лучше. Но наши братья-ненцы не очень-то богатые, поэтому ездят на буранах. Едет на буранах, ревет, 30 километров бензина поглощает в час, потому что там мотот часы, там не километры. Сколько приехал? Час в 30 литров, час в 30 литров. Одним словом, проглот. И вот, ревет, на всю тундру, ревет, едет, мороз, от чума к чуму. И вот, друзья, вдруг, посреди чума, посреди тундры остановка. Заглох. И, друзья, это смерть. Это смерть. Там нету рейсовых автобусов, там нету маршрута, там некому позвонить и сказать, брат, приедь, помоги. Там только одно, уповай, совершенно уповай, на подаваемую благодать. И сестра говорит, ну сделай что-нибудь, ну сделай, замерзать-то неохота, сделай что-нибудь. А он говорит, а я, говорит, ничего не понимаю. Я, я только могу, джинь, джинь, поехал. Говорит, ну что, ты вообще ничего не понимаешь? Ничего не понимаю. И она отошла, небо, взмолилась, Господи, ну что делать? Пошли мы, ты ведь говоришь, совершенно уповай, наподаваемую благодать. А что я имею? Что я имею? Разбирать не умею, чинить не умею, что я умею? И вдруг приходит ей мысль, подымай, кожух вот этот, ну как он называется, подымай его. Она подходит к этому нему. Ты знаешь, как он открывается? Знаю. Открывай. А зачем? Ну открывай. Вот пришла мысль, открывай. Он раз открыл, а там то ремень спал. О, ремень спал. Одевай. Раз одел. Джинь. То поехали. Друзья, совершенно уповай, наподаваемую благодать. Бог знает. Друзья, мы один раз, один раз мы сели на мель. Мель, друзья, это все. Это конец благодать. Сели. Потому что на реке постоянно вот эти перекаты. Раз, то сели на мель. Сидим в панике. Нас тащили. Всякими буксирами. Все. Это бесполезно. Вдруг один из братьев сидит. Говорит, братья, мы с... У нас есть лодка резиновая. Ну и что, что лодка резиновая есть? А давайте, говорит, мы ее спустим и под корабль, под корму, а потом начнем качать. И она ведь будет подниматься. И корабль поднимет наш. Оторвет от дна. Так это что, очень долго? Ну хоть как? Ну раз, раз подсунули, чик-чик накачали, раз поднялась. Столкнули. Снова спустили, снова под эту сторону. Раз, подкачали. Раз, 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 раз. И сняли, смели. Ура! Победа. Друзья, мысль. Бог послал ему. У вас есть резиновая лодка. Совершенно уповательно, подаваем вам благодать. Друзья, то застряли-то в лесу. Хотели тут сократить эту дорогу. Огромный наш такой, мы его называли африканский джип, а нас на благовестии называли религиозный десант. Так вы знали, с фотографией или фотографией, у нас такой стоит джип, он такой африканский. Ну, там все вот в Африке ездили на нем. И нам его дали, мы туда эту палатку складывали и на этом джипе совершали. И вот, и мы раз хотели сократить, думаю, у нас два моста, да, нам ничего не страшно, и мы через лес, бабах, в этом, в болото. Что делать? Копали, копали, то, то, нет, ничего. Вдруг приходит мысль, один брат говорит, братья, ну ведь что-то у нас есть, ведь сказано, совершенно уповайте на подобную благодать. Что-то ведь у нас есть. Что? Что у нас есть? И вдруг один говорит, у нас есть трос, а давайте его на дерево замотали, и на мост включаем. И мост начинает вращаться, и мы сами себя, джу-джу-джу-джу-джу-джу, и вытащили. Вот это да. Один из братьев говорит, Бог послал нам ангела, и ангел нас вытащил из топи уныния. Все говорят, а попроще-то можешь что-то сказать? Попроще так. Пришла мысль, трос, мост, завязали, вылезли. А, ну теперь понятно. Друзья, ну вот, совершенно уповайте, совершенно уповайте на подаваемую благодать. Друзья, в военной этой стратегии есть буферные зоны. Буферные зоны. Например, во время Великой Отечественной войны такие были буферные зоны. Это страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Румыния. Друзья, буферные зоны. И поэтому внезапного нападения невозможно было. Нельзя было внезапно раз и напасть. Ну, друзья, но возникло, в то время было две мировых державы. Германия и Россия. Они были самые такие, знаете, зубастые. Самая лучшая техника. У Сталина было столько танков, что он железом мог закидать Европу. Друзья, были самые сильные бомбардировщики, где у нас, но они просто не были то развиты. Друзья, и Сталин настолько укрепился, что он решил эту буферную зону убрать. Для чего? чтобы внезапно напасть Гитлеру, как говорится, в хвост ему ударить. И поэтому Польша была разделена. 1939 год, пакт о ненападении. Раздел был, друзья, и половина то Польши, одна часть от Бреста и до Минска, эта часть то Польши ушла в СССР, а от Бреста и до Варшавы ушла вот Гитлеру. Друзья, все, и буферная зона, 534 километра была разрушена. Все, не было. Была свободная площадка. Друзья, и Гитлер понял, что если не он, то ему ударят. А он в то время вел ту войну с Англией. И вот, друзья, разрушена была буферная зона. И поэтому мы услышали такое, без, как там, без объявления войны внезапно Бог этот, Гитлер то напал на наш этот. Друзья, друзья, а как он в нашей жизни? Где наши ту буферные зоны? Дьявол не может нас внезапно взять. Друзья, мы находимся, имя Господа, крепкая ту башня. Бог нам дал такие силы, что, друзья, нас нельзя взять голыми руками. Нельзя, друзья. Мы находимся в крепости в Божьей. Смотрите, какие у нас ту силы? Слово. Раз. В духовное общение. Два. Церковь. Три. Друзья, и четвертая, друзья, это же, ну, церковь я имею ввиду, молитва. Молитва. И четвертая, друзья, благовестие. Благовестие, друзья, это самая главная буферная зона. Сказано, не обороняйтесь и не ждите, пока на вас придут к вам греховные мысли или еще что-то вам там придет, и вы начинаете бороться. Уже поздно. Вы оставили главную буферную зону. Какая? Благовестие. Все даю вам власть наступать на всю вражью силу. И вы стали проигрывать, уже когда отказались от благовестия. Вы не захотите, вы постыдились Иисуса Христа, вы промолчали, и вы уже выдали эту врагу приблизиться к вам. Не стыдись благовествования Христова. Такие тут сказал апостол Павел своему Тимофею. Держи эту главную зону наступления. Держи, я даю тебе власть наступать на всю силу вражью. А и что? Страдать с благовестием. Но лучше страдать с благовестием, чем страдать от греховных мыслей, страдать от борьбы, то страдать от ненужных вот этих смущений. Наступай. Друзья, вы заметили, какие благовестники радостные? Вы приедете в Тулу на конференцию. Друзья, там братья-благовестники сдерживаются, чтобы не рассмешить. Столько случаев, столько раздавали. И нам все время говорят, братья поскромнее. Поскромнее в отчетах поскромнее. Больше, больше. А у нас, друзья, там просто переполняют всяких смешных историй. Один брат говорит, едем, 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 едем. Говорят, опять едем. А там все истории, говорит, едем, а бензина нет. А мы все едем. Лампочка горит, а мы все едем. Все рассказывает на блага. Мы едем, едем, лампочка горит, бензина нет. Едем, едем. Уже брат сзади сидит, подсказывают, а что не заправился. Понимаете? То есть, благовестники-то радостные люди, без бензина ездят, понимаете? То есть, радостные люди, друзья, они даже заправиться забывают. У них там просто всего-то много. Они чрезмерно уж уповают на подаваем благодать, даже машину не заправляют. Поэтому, друзья, жизнь вот такая, жизнь радостная, мой друг хороший, друзья, очень хороший мой друг. Мы вместе с ним начали христианскую жизнь. Господь нам дал войти в это благословенное время, когда расширенная проповедь Евангелия, друзья, и мы как-то активно подключились. Он только был благовестником. Он все время мне выдавал литературу. Я к нему все время подхожу и говорю, Толик, больше дай, больше дай. Он хватит, хватит, литература. Это сейчас сколько хочешь? А в то время мы сами трактаты писали, на этом. Сами я помню, мы развесили по всему ту городу эти такие-то белые. Знаете, я знал, что когда-то так продается квартира или сдается это жилье, и вот на столбах этих телеграфных мы все они полностью были облеплены. И я помню, раз, я говорю, о, у нас трактатов нет, ну, давайте листовочки, чик-чик-чик, написали, раз, приклеили. То есть, 50 человек-то собралось на эти приклеенные. Я говорю, как ты нашел? Малыш, а там, у меня вот что-то, говорит, к столбу-то потянуло. Говорит, иду, раз, смотрелся, о, написано, своими руками кто-то написал, приглашаю вас послушать Слово Божье, будем говорить о Христе, о спасении, о жизни вечной, приходите, пожалуйста. Я думаю, надо прийти. И адрес, адрес такой подпольный, какой-то дом, хорошо пришел, все, друзья. Так вот, друзья, и вот этот брат Анатолий, Анатолий, друзья, что он благовествовал, такой хороший, он работал на железной дороге, благовестник, такой сильный благовестник. Мне так-то нравился он, такой, друзья, вообще, ну, просто брат настоящий. И вдруг, друзья, ну, все время над ним смеялись. Эй, ты, что ты, все время, все время, и смеялись над ним. И он, друзья, перешел на другую работу. Перешел на работу часового мастера. Часового мастера. И он так думает, я теперь не буду устами благовествовать. Я теперь буду благовествовать делами. Пусть жизнь моя благовествует. А как жизнь будет благовествовать? Кругом то женский, то коллектив. Ну как твоя жизнь будет благовествовать? А сидишь в кибитке своей и часы ремонтируешь. Ну как? А вот он, моя жизнь будет благовествовать. И вдруг приносят ему часы старинные, говорят, дедушкинские часы. Сможешь починить, любых денег не жалко. И он такой, ну, постараюсь. Раз, чик, открывает эту заднюю крышку, смотрит, там чуть ли не паутина. О, заработали. Щелк, щелк. Чего он там, любых денег жалко. И вдруг пришла мысль. А кто знает, что я там сделал? Может, я там полмеханизма заменил. Может, я в Москву за запчастями-то летал. Кто знает? Скажу ему, вместо ста рублей пять тысяч. Он, говорит, приходит дед и говорит. Говорит, ну, как починил? Ой, говорит, устал. Ну, так, я уже образно говорю. Устал, починил, да. Сколько? Пять тысяч. Ха, пять тысяч. Держи. Раз. О, как легко. Как легко можно деньги зарабатывать. Пять тысяч. Раз, получил. И он, давай, постоянно с клиентов. С клиентов. Не столько брать, сколько действительно. А смотрит тут на клиента. Ага, с этого можно тут больше взять. А с этого можно еще больше. Деньги появились. А деньги, когда тут появились. Ага. А ему все, девушки. Такой молодой человек. Такой красивый. Ты бы хоть куда-то нас пригласил. А приглашу. А пойдемте в ресторан. И началась ресторанная жизнь. И падение. Отлучение. Друзья, я когда к нему приехал, я когда услышал. Говорю, брат. Я тут же к нему-то поехал. Брат. Что? И он, знаете, когда исповедовался. Так он вот так вот. Вот так его все окачало. Вот так вот, друзья. Он просто чувствовал, как грехи из него эти выходили. Как ему тяжело было. И он говорит, Сергей, все началось с того, причина, я перестал благовествовать. Вот где началось мое это падение. Не когда, когда я стал часы уже там обманывать. Все, это уже потом. Это все уже следствие. А причина, я постыдился моего Господа. Сатана мне вложил в сердце. Будешь делами это благовествовать. Вот, друзья. Вот сейчас вы выйдете за пределы этого дома. Постройте свою буферную зону. Наступление сделайте. Нападите-то первое на этот греховный мир. Но не на грешника, а на грех его. Загрешника против греха. Нападите, друзья. Подойдите. С дрожащими руками. Я не знаю, кто как. Может, кто-то смелый. Я уже ориентируюсь на самого-то слабого. С дрожащими руками. Подойди и скажи. Друг, возьми трактат. Одна сестричка, не рассказывая, говорит, она взяла, ей дали эту пачку трактатов. Она их так вот взяла, вот так вот. Встала в огромный магазин. Вот так вот. У самого входа, где вот эти все турникеты, все это открывается. Встала, взяла вот таких, закрыла глаза и молится. Все люди смотрят, что-то у нее в руках. И каждый по трактатику-то берет. Друзья, все трактаты раздала. Друзья, радость такая на сердце. Потом думает, надо же помолиться-то за этих людей. Пошла-то помолилась. Друзья, еще одна сестра у нас, как начинала это благовестие. Смотрю, говорит, приходила на собрание и полы мыла. А полы мыла всегда раньше времени приходила. Всегда была раньше всех. Всегда слышала, кто о чем говорит. А сестры, о ценах в магазине, там в том на Пушкина дешевле, чем на Лермонтова. На две копейки. Все туда. И вот об этом говорят. Где дешевле, то где получше, да где покачественней. Говорит, сестры, вы же приготовьте свое сердце к Слову Божьему. Что же вы так вот? А они, да ладно, учить нас будешь. И ей пришла мысль. Сколько трактатов? Она взяла, печатает их так. Она пришла раньше времени, все убрала. Трактаты напечатала. Она приблизительно знает, сколько это сестер. Ну и вот и братьев, которые приходят раньше. И только все остыки сидят. Опять цены, опять магазин. Она, сестра, держи, раздавай трактаты. Она сразу, хопа. У нее сразу мысли. Это же столько надо раздать. А если только раздать, то нужна сила. А если нужна сила, то не до пустых разговоров. Сидит, слушает внимательно. Я потом подошел, говорю. Сестра, кто тебя так вот умудрил? Я сам не знал, как с этими разговорами. Мы уже все обличали. Сестры, готово сердцем. В тексте Писания вот эти говорили. Это не работает. Но когда трактаты дали совершенно иное, теперь нужна сила, чтобы получить. Друзья, вот положите себе в сердце. Сейчас вы с этого времени, вы благовестники. Вы Джоны Буньяны. Вы Сперджины. Вы Мэтью Генри. Вы Муди. Друзья, вы знаете, какой был Муди? Друзья, это был проповедник, это счастье. Это был проповедник радости. У него был, вы знаете, как он, тот благовест. У него была то лошадь. Он эту лошадь посадил, то певца. То певец, то копел, то в церкви. Знаете, сколько у нас тут церковных певцов. Они стесняются. А знаете, то пение, оно всегда располагает к служению. И он так раз, он его, значит, на лошади прискакали, то в город. Он говорит, пой. Он говорит, как? Пой. Он спел. А он начинает после этого благовествовать. Друзья, все так, вот это пение, вот это голос. А он говорит, это не главное. Главное сейчас будет слово. И пошел говорить. Друзья, столько было радости. Так люди воспринимали его слово. Было тысячное пробуждение было в Америке. Вы думаете, мы живем в иное время? Вы думаете, мы не нуждаемся в пробуждении? Вы думаете, главное пробуждение было в 90-х? Нет, друзья. Я хочу сказать, главное пробуждение впереди. Я хочу вас уверить. Когда-то больше силы было у нас. В 90-х, когда в церквах проповедовали то сестры, то старицы. И братья, которые читали только псалмы без толкования. Прочитает псалом. Братья, сестры, помолимся. И молятся все. А проповеди были самые простые. Сегодняшняя проповедь, друзья, это просто высота. Друзья, сегодня больше у нас силы. Но почему-то спасаем их меньше. Какая причина? Потому что, друзья, мы успокоились. Нам нравится уже слушать, наслаждать друг друга пением. Говорят, у нас в церкви первый хор, второй хор, третий хор. А у нас, друзья, знаете, какой хор? А теперь выйдет хор-стариц. Идут старицы. Знаете, хористы, они так выходят. Так раз. Раз, поднялись. Потому что у нас нет места, площадки для хора. И поэтому у нас хористы так... А теперь хористы. Раз, так и встали. И как-то, знаете, так пение так... Ну, классическое, академическое, хорошее. Все четко. А пение, друзья. А теперь хор-стариц. И вышли. Вышли. А с ними Николай Константинович. Главный хорист. Мы смеемся, друзья. У него вообще, друзья, у него всегда... Все ровно у него. Друзья, как сперен. Такая благодать через них. Знаете, почему? Потому что это хор, который поет на улицах. Они выйдут на библиотечку, споют. Люди... А когда ты поешь на улице, то люди сталкиваются вокруг тебя. А зеваки, которые проходят, они когда видят толпа. У них СССР-овское это мышление. Раз то толпа, значит, что-то интересное. И они, знаете... Они раз к толпе. А что дают? А что дают? А что там говорят? А там поет хор. Первый слышит. Раз. А что говорят? А ой, держи. О. А что это такое? Друзья, и такая простая евангелеза. А сколько радости. Сила церкви, друзья, не в том, что один-то благовествует. Вот один благовествует. А сила церкви в благовествовании. Благовествование, друзья. Когда все благовествуют. У нас один брат стоит на библиотеке и трактаты раздает. А рядом продается клубника. И все идут, 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 клубнику покупают, а его никто. Он не понял, почему клубнику покупают, а мы трактаты. У меня же вечный хлеб, а это временный хлеб. Почему временный спроса на вечный нет? Не понял. А потом слышит, как клубника-то пахнет. Он говорит, клубничное благоухание. А от меня какое благоухание? Посмотрел на себя со стороны. Стоит дядька хмурый, на всех смотрит. Думает, от меня какое благоухание? Никакого благоухания. А, я петь могу. Как запел. Как спел. Друзья, всех раз трактаты разобрали в один миг. Говорят, поет, значит что-то такое. Друзья, я все время критиковал поющих. Я уже говорю, я ходил с братом, который постоянно пел. Христос придет опять, поверьте, не в том венце, что был в крови. Придет он, как владыка смерти, чтобы суд свершить свой на земле. Пред ним предстанут все народы. В общем, перед ним увидим и Пилата, и всех насмешников его, и тех, кто кровь... И делал ближнему лишь зло. То есть, и он всегда так пел, так взойдет и говорю, брат, ну зачем ты поешь? Надо по домам, от сердца к сердцу, по домам, по квартирам. Он говорит, ну ты благовествуй, как ты понимаешь. А я буду благовествовать, как я-то понимаю. Раз, то есть, я все тут говорю. Благовествуй, чем оружием, которым ты умеешь, которым ты вот обладаешь. И вот он, и вот он встал на возвышенность и говорит, Христос придет, и как тупо шел. Так, знаете, он так говорит, я, говорит, вижу цель. Я вижу, полки идут на меня, и я, Христос придет. И все разбежалось. Друзья, потом совершает ту молитву, говорит, поселок наш. Идем. Друзья, это сила была просто. Это я вот говорю сейчас так на кафедре, друзья. Там это все, аж мурашки тупотел. Вот так вот, друзья. И я захожу, а я по комнатам, друзья, я пока не понимал этой силы. И я по комнатам, по квартирам, там стучусь. Так вот, я пришел к вам рассказать о Христе. Ну, у меня это хорошо получалось, друзья. И вот я раз, 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 пришел. И вдруг такая, знаете, из какой-то комнаты такая заспанная ту молодежь. Волосы вот так вот чувствуется, что вчера было, ну, как говорится, привет с большого табудуна, знаете, такие. Волосы такие, знаете, это. И вот они, они это, они вот выходят такие и говорят, что вам надо? Я говорю, как что? Я принес вам весть о Христе, о спасении, о жизни вечной. Я хочу вам рассказать. Ну, пошло, пошло, пошло. А это, говорит, там кто поет? Это ваш? Мы говорим, мой брат. А они говорят. А мы, говорит, слышим, уже на улицах поют о Боге. И думаем, видно точно последнее время. Заходите. Я к нему прихожу, говорю, Владимир Геннадьевич, пой, пой, говорят. То есть, друзья, понимаете, как сила. Каждый служит тем даром. Совершенно уповая, наподавая благодать. Не можешь говорить, пой. Не можешь петь, стань рядом. А с ним пошел и лот. Вы знаете, почему Аврам пошел? С ним пошел и лот. Сидишь, сидишь, что в поезде, бывает, не можешь говорить. Но рядом сидит то брат, и ты уже смелый, как лев. Просто он сидит, лот, лот сидит. Молчун, лот. Сидит, друзья, но уже хорошо. Если ты молчун, лот, стань рядом с братом красноречивающим. Ты знаешь, почему красноречивый? Да потому что ты вот молчишь. И на фоне твоего молчания и его красноречия. Друзья, поэтому, друзья, просто быть рядом. Друзья, это уже служение. Друзья, а благословение, которое будет главному, то будет и второму. Мне, знаете, мне один раз, я хочу сказать с сестрам, немножко вам семечко то бросить, то на будущее. Мне один раз, потому что одна сестра мне сказала, если бы вы это говорили, когда я была до брака. Поэтому я некоторые истинно говорю, до брака. Одна семья к нам приходит и говорит, Сергей, что вы вот, вот вы вот, говорит, благовествуйте. Говорит, вы бы лучше детьми занимались. Дома сидели. Дома сидели. Нет, лучше не дома сидели. У вас лучше получается благовествовать. Лучше получается благовествовать. Вы, говорит, идите, сколько вы можете привезти плода? Я говорю, я говорю, да, сколько плода можем принести? А, ну, хорошо. И вдруг я сижу, я ему рассказал один случай. Сижу эту сестру, а у нас такая сестра была, Валентина Засимовна. Она постоянно тут нажатву, у нее всегда было стихотворение про перчик. И она говорит, перчик, ты зачем сюда пришел? А она была такой, перчик, самый главный. Она всех, кто перчила, говорит, перчик, ты зачем сюда пришел? И Валентина Засимовна, вот тут как тут. И она мне говорит, вот, брат, вот, брат, давай с тобой посоревнуемся. Я говорю, давай. Сколько у тебя снапков? И сколько? Давай, ты перечисляй своих снапков, ну, то есть тех людей, которые привел к Иисусу Христу. Вот чисто ты, чисто ты. А я тебе расскажу, сколько я привела снапков. Она такая, это благовестница была. Она тут выходит на улицу, табуретку-то ставит. Ну, она сильно не стояла, в табуретку встанет, села на табуретку и с народом разговаривает. Люди идут, ой, куда ж ты пошел? И такая простая, ну, тут бабушка, и она вот со всеми так вот разговаривает. Все так вот из уважения берут в трактаты, там все идет. Ну, жизнь идет, короче, тут вокруг нее, ну, как улей. В общем, и она кого-то приводила. И она говорит, вот давай, говорит, сколько у тебя снапков? Я говорю, ну, давайте вы, вы-то первая, Валентина Засимовна. А у меня был один, точно мой, ну, точно. Я лично от начала и до конца, без вмешательства извне. Я сказал первый, я первый молился, я первый привел, я крещение преподал. Ну, в общем, все я. Я говорю, не без вмешательства. И она, друзья, знаете что? Она называет мой снапок, который я хотел. Я говорю, знаешь, брат, вот, говорю, у меня был один снапок. И забрали. А у моей жены 11 снапов. И всех приведет к Иисусу Христу. Ну, один пример. Друзья, ну, знаете, когда Бог особенно вмешивается в нашу семью, когда Он благословляет наши дома, когда, друзья, мы наши дома защищаем вот там, на благовестии. Мы там сражаемся с духами злобы поднятия. Мы не тогда, когда они пришли в наш шатер и орудуют уже. Друзья, нет. А мы когда вот там на благовестии мы их встречаем. Друзья, вот там, друзья, нужно встречать. И тогда Господь говорит, ты спасай моих, а я буду спасать твоих. Да, друзья, я не исключаю педагогическое воспитание. Педагогическое. Детские лагеря, все, фаворы, семейные алтари, все на своем месте. Но, друзья, когда отец проветренный, ветрами благовестия приходит в дом, исполнен речами, словом, благодатью, мне мой сын говорит, вот так немножко похвалюсь, друзья, мне мой сын говорит, папа, вот ты знаешь, ты когда приходишь, вот такой хаос, беспорядок, все. Ну, я только пришел, шух, это порядок. Ты ничего не сказал, ты ничего не сделал. Ну, как-то раз, это порядок. Что от тебя исходит? Я говорю, сам не знаю, что от меня исходит. Пришел, пришел один тот человек, я тебя буду бить. Я тебя бить буду. Я говорю, давай, начинай. Ладно, говорит, послушаем, что ты будешь говорить? Я начал говорить, говорю, говорю, говорю. Увлекся уже, уже забыл, что он рядом сидит, все, что рассказывает. Уже ушел какие-то в богословские вершины там туда иду. А он такой, ты что со мной сделал? Ты что со мной сделал? Я говорю, а что я с тобой сделал? Ты зачем меня заколдовал? Я уже час не курю. Я обычно курю через каждые 20 минут. Что ты со мной сделал? Я говорю, ну, есть у нас один секрет. Расскажи. Пошли. Покаяться нужно. Он говорит, как покаяться? Ну, а что? Ты ко мне пришел, каяться нужно. Как каяться? Ты грешник? Грешник. Кайся. Скажи, рыдал, ну, как дитя. Рыдает, плачет, встает. Я теперь понял. У вас все, кто приходит, вы на них чары-то наводите. Я говорю, эта чара называется Дух Святой. Это Бог в твое сердце вошел. А теперь храни это. Друзья, уповайте совершенно, наподавая вам благодать и явление Иисуса Христа. Вы имеете огромное оружие. Мы вас ввели в вооруженную мастерскую. Мы наградили вас этим оружием. Мы вручили вас. Мы дали вам ключи от неба сводить на свою жизнь Духа Святого по каждое утро. Мы дали вам силу. Вы все теперь имеете. А теперь мы говорим вам. Итак, мы благословляем вас. Идите. Идите в те места, в ваши дома. Идите и возвещайте, что вы спасены, что вы самые счастливые люди. Идите, возвещайте, и вы будете умножать все то, что вы здесь получили. И на следующем то фаворе у нас будет молодежи в два раза больше. Идите. Если вы то пойдете. Не пойдете, вы многих здесь не увидите, потому что они пошли. Поэтому, друзья, дорогие, может быть, кто-то с нами еще здесь на стартовую площадку не стал. Я хочу сказать, что такое стартовая площадка. Покаяние. Может быть, кто-то среди нас еще не покаялся, не примирился с Богом или в борьбе и ждет этого последнего. Друзья, мы хотим сделать последний призыв, раздается еще. Друзья, мы хотим, давайте сейчас то споем. Последний призыв, раздается еще. Друзья, кто будет испытывать и встать на эту стартовую площадку, начать новую жизнь, друзья, начинается новая жизнь с покаяния, с посвящения себя Иисусу Христу.